Тема, за которую решились взяться разработчики игры Fragile, имеет серьезное значение в современном обществе, работорговле и похищении с целью выкупа или продажа органов на черном рынке. Но для своего сюжета они выбрали в первую очередь именно похищение детей для продажи их органов, что в конце нам и демонстрирует. А для передачи ужаса, через который проходят дети, показали, насколько может быть хрупкая детская психика. То, что видим мы, это смесь реальности и того, как эту реальность искажает уже измотанной семейной трагедии «Психика маленькой девочки». Сегодня я расскажу предысторию этого парня, а также посмотрим на две концовки, которые придумали для нас разработчики. И пробежимся по самым важным нюансам сюжета, которые, возможно, и понятны после прочтения всех записок и просмотра финальной сцены. Но для тех, кто не проходил игру или не понял их содержание, будет полезно увидеть картину целиком, чтобы исчезли все вопросы. У микрофона, как всегда, Ленин Князев. Поехали! В игре есть несколько второстепенных персонажей. Один из них – это мальчик, если его можно так назвать. Фото с ним и его семьей мы можем обнаружить сразу, как выберемся из помещения, в которое нас посадили. Но в отличие от фото, теперь он выглядит как голум из «Властелина колец». Бледная кожа, отсутствие одежды и рана на голове, которая обнажила часть его мозга. Говорит о том, что он здесь уже давно. В качестве испытания для незнакомки он предлагает поиграть в несколько игр, чтобы проверить, достойны ли мы идти дальше. Позже, по сюжету, после очередной мини-игры он проводит на свое жилище, а точнее кабинет его отчима, в которой мы можем найти множество улик, рассказывающие предысторию этого парня. На фотографии, которую я показал перед этим, изображена мать и родной отец этого мальчика, который как раз работал в этой шахте, где оказалась наша героиня. А будущий отчим был руководителем его родного отца. Их совместную фотографию мы можем также найти в этом кабинете. В какой-то момент мать изменила ему, что в конечном счете закончилось разводом. Как понятно из записки, отец любил своего сына, поэтому высылал им денег. Однако из-за неточного перевода сложно понять, это было до развода или уже после. Из другой записки, перед жилищем нашего знакомого, мы узнаем, что его отчиму отрезали голову. И предполагают, что мальчика похитили те, кто мог стоять за убийством их начальника. Но это было дело рук его приемного сына. О том, какой был этот директор шахты, можно понять по нескольким запискам. Первое, от какого-то рабочего, который жалуется на него, называя его богатой сволочью. Ну и записки, которые держит парень, уже умирая от полученных ран. В ней он пишет, как расправился со своим отчимом, подсыпав его стакан с водкой снотворной. И после этого отрезал ему голову на глазах своей матери. Так же, как и отчим издевался над ним. А его голову он оставил себе в качестве трофея. Лично от себя добавлю, что если это были физические или даже моральные издевательства над сыном, которые при этом происходили на глазах собственной матери, и она не предпринимала никаких действий при этом, то о ее любви к нему тоже говорить сложно. Так же теперь понятно, что рана на голове у мальчика появилась из-за отчима, который, возможно, ударил его в момент защиты. Спрятавшись уже в заброшенной шахте, его единственной пищей стали живущие там крысы. Вскоре после случившегося его мать сошла с ума, о чем пишет сам парень с сожалением, что его не было в этот момент рядом с ней. По факту, это история, которая вытягивает сюжет, самое важное в игре, а предыстория девочки смотрится как-то слабенько на ее фоне. Для демонстрации, как рушится психика маленькой девочки, выбрали уж совсем очевидную аналогию с разбитым стеклом. Но сейчас не об этом. Важно понять, что правда, а что вымысел. Первый раз, когда ее психика дает сбой и начинает рушиться грань реальности детских страхов, происходит в момент погони хирургов за нашей подопечной. Второй раз происходит в самой жуткой и таинственной сцене, когда в темноте она падает на кучу детских тел, с которыми уже поработали хирурги. Эти зайцы не ее воображение, они вполне реальны и они на самом деле способны есть мясо, несмотря на то, что оно человеческое. В этот момент происходит еще одна травма ее психики, и осколков становится больше. В момент, когда начинается пожар, она видит тени детей, словно души невинно убиенных, наконец получили шанс обрести свободу. Там, где нам нужно пройти в тени свинных туш, уже сложно понять, что правда, а что ее воображение. Ясное дело, что монстров не существует. Возможно, это отдельный подпольный мясной цех, но сложно представить, что людей они разделают еще и на мясо, тем более, почему-то до тела детей они просто выбрасывают в яму. К этому моменту мир вокруг девочки окончательно рушится, и уже кроме монстров она никого не в силах различить. В сцене перед финальным рывком на свободу, я думаю, уже не было никаких людей. Это лишь образы чудовищ, преследовавшие ребенка, и их вид сформировался из записки ее знакомого, про отрезанную голову его отчима. Аргумент к тому, что это не люди, она не особо от них прячется, однако кто-то за ней все же бежит, так как умереть она вполне еще может. Но различить, кто это, уже не представляется возможным. Кстати, надписи о том, что свобода рядом, также оставлены нашим спасителем, так как почерк просто идентичен, и она действительно рядом. Выбравшись наверх, она попадает в ураган и с трудом находит укрытие. Однако стресс от пережитого окончательно уничтожает ее связь с реальностью, и нам наконец представляется возможность узнать ее предысторию. И она, как ни удивительно, тоже непроста. За игру мы не раз видели ее воспоминания о маме и папе. Видимо, за эти воспоминания она пыталась цепляться, чтобы не сойти с ума. Но в итоге, после всех потрясений, ее переживания и боль вырвались на свободу. После смерти мамы отец начал пить и отстранился от дочери. И если перед этим она не смогла выстрелить в чудовище, то теперь вполне готова на это. В игре только две концовки. Если мы стреляем, то придя в себя, девочка увидит своего отца, который, видимо, понял, что его дочь пропала и пошел ее искать. Как бы то ни было, он явно этого не заслужил. Да, смерть жены это тяжелое бремя, но никак нельзя забывать о том, что есть человек, который без тебя пропадет. И тем более в этой концовке она остается совсем одна, и трудно даже представить, что ее будет ждать впереди. Во второй концовке, где мы не стреляем в предполагаемое чудовище, мы видим отца, который обнимает свою дочь. И судя по глазам девочки, в которых можно разобрать, что она пришла в себя, появляется надежда, что ее жизнь наладится. Разумеется, подобное невозможно будет забыть, но теперь есть шанс, что ее отец будет более внимательно относиться к своей дочери. Единственное, что мне не понравилось в этих концовках, так это то, что нам не показали последствия увиденного. Как это отразится, например, в более взрослом возрасте, или на том, как она уже будет строить свою семью. Но вместо этого нам приплетают какую-то статистику. Я понимаю, что это важно, но не таким же способом. Это можно было рассказать и в записках, а не в концовках, когда эмоции достигают своего пика. Как по мне, разработчики выбрали очень сложную и неизбитую тему для своей игры, но раскрыть ее в полной мере не смогли. Жестокость ради жестокости, и чрезмерно очевидная аллюзия на разбитое стекло, как олицетворение детской психики, этого недостаточно. Диалоги или монологи с рассуждениями главной героини вполне могли раскрыть ее переживания еще лучше. Но что уж говорить, попытка хорошая, и хочется надеяться, что в будущем мы увидим эту тему в игре, которая сможет лучше подойти к этому вопросу. Но за рисовку и атмосферу разработчикам огромное спасибо. Если тебе понравилось видео и ты любишь разборы сюжетов и концовок по играм, обязательно подпишись и проверь колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А на этом сегодня все, с вами был Леонид Князев, пока.